здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы с вами девчонки замахнемся на миссоне обзор у меня был я вот создал образец просто на их коллекцию как то которая из разное с градиентом пряжа вязаная и вот такой вот микс пряж как бы все остатки в общем используем все остатки меня красная куртка поэтому да я распускаю образец я просто перепроверяла как бы будет смотреться в узор или не будет потому что я решила вязать перекручена эти лицевой потому что образец вот я вам сейчас пока я мотаю вам ставлю саму шапку потому что многие писали давайте шапку давайте шапку я согласна потому что шапка мне нужно под красную куртку мою и как раз я себе прикупила красный черный обычно под красную куртку меня черные джинсы ну и молочные вот такой вот пряжу я купила здесь в магазине чешский акрил для для нашей зиме чешской это вполне себе достаточно учитывая то что я шапки даже не ношу потому что тепло обычно но пусть акриловая у меня будет а вы и девчонки сейчас я вам все расскажу значит вот эта пряжа у меня 305 метров 50 граммах что это значит что в 100 граммах это 600 метров что вы можете сделать вы можете заменить любым alize angora gold angora real 40 real 42 сложения но я вам рекомендую рекомендую алана gold 800 в 3 сложения вот то есть если купить допустим три мотка у вас получится большой шарф и вот шапка до шарфы там тоже вот я сейчас вам покажу с шарфом или alize superlana tick тоже три сложения а цвета себе микс сделайте такой какой вам нужен я себе я себе делаю вот такой вот купить пряжу идеально подходящие для вашего будущего вязаного шедевра можно без лишних хлопот достаточно просто посетить наш интернет-магазин вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи в ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества таких проверенных тысячами клиентов производителей как alize и yarnart мы внимательны каждому клиенту мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки мы оповещаем вас об акциях скидках и пополнение ассортимента мы хотим вдохновлять вас мы хотим быть лучше для вас наших любимых клиентов чтобы купить пряжу попрощайтесь к нам вещи связанные с нашей пряжей будут очень удобными теплыми уютными будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно доставка осуществляется новой и корпоратив по всей украине и начну наверное все таки нет я начну с белого цвета но хотя визуально я бы предпочла черного но так как мне нужно чтобы вам было видно это начало то я начинаю с белого цвета вязать буду я в три сложения вот и с одного матка я думаю вы все уже знаете как вязать в три сложения вот спицы у меня три миллиметра это просто сейчас когда один цвет у меня задействованы я в три сложения потом я все три с одного с каждого матка по одной ниточки и буду вязать у меня это будет вот так вот начиная просто молочная нитью 108 петель я набираю это такая среднестатистический размер где-то 50 55 58 вот и я думаю он самый как бы оптик нет мы будем набирать девчонки способом качели я оставлю ссылку на него я набираю 108 петель 3 4 4 5 6 7 4 5 6 7 8 так теперь я делаю узел здесь обязательно при этом способе нужно делать узел вот и первый ряд вижу пока так нормально не после первого ряда замкнув круг так здесь у меня видно где лицевая и изнаночная повторюсь я видео оставлю с этим способом вот она развернута лицевая узелок изнаночная то есть при этом способе у нас определено где будет лицевая где будет изнаночная так девчонки поменяла спицы порвала начала протягивать и порвала спицы мне пришлось переделать представляете поэтому у меня все так же я на троечке только перенесла на вот эти вот спицы которые у меня с алиэкспресс так и я соединяю в кольцо здесь следим чтобы ничего у нас не перекрутилась и вяжу пока акцию все так же и вижу этим цветом так еще раз проверка этот конец мы потом с вами проденем сейчас вижу эти первые ряды туго стараюсь и развернутую резинку вот пока двухцветные как бы пока одноцветные как бы полоски то за литьевую за переднюю стеночку ближе ко мне а изнаночную за заднюю стеночку вдали от меня потом уже когда будет смешанный цвет мы перейдем на перекрученную резинку пока так девчонки довязывая смотрите здесь так подгоняю чтобы у меня как раз было впритык третий ряд у меня сейчас здесь еще одно здесь провяжу и теперь красный цвет я буду сейчас менять на красный цвет у меня не получается еще вы видите одна петля у меня еще получится с белым это я извращаюсь кстати это не обязательно можно просто перемотать в 3 нити и не мучиться так как я я просто пытаюсь подогнать чтобы от одного клубка не перематывать идите прихожу на красную нить кстати уже даже таки хорошо этот плавный переход не будет такого резкого как ступеньки как обычно случается теперь вяжу красная нить красным цветом я провязала 3 и 4 4 ряда потому что здесь у меня три и и четвертый наборный край до наборный ряд и сейчас я меняю на черную нить и еще четыре ряда провяжу черной нитью можно было бы здесь конечно не привязывать вот опять у меня здесь вот так вот у дита то есть это и будет кстати сработала плавный переход получился сейчас я вам покажу вот этот способ вязания из одного клубка в 3 нити и здесь у меня пошла черная а красная еще ушла на пару сантиметров смотрите здесь я сделала и она получилась довольно таки плавный переход от цвета к цвету поэтому я думаю хороший способ в общем вижу четыре ряда черной нитью сейчас тоже буду цветным вязать так провязала четыре ряда черным пришла к выводу что надо было не четыре ряда не по четыре а половину меньше но я уже перегазывать печенки не буду а вы как хотите и вот сейчас я просто уже добавляю эти ниточки все три я для то провязала черными стерео ряда так и положено и сейчас перехожу в три нити разные и теперь я буду педали жать перехожу на перекрученную лицевую я даже сейчас плохо видно я еще покажу сейчас так изнаночную за переднюю стенку то есть теперь у меня наоборот лицевую за заднюю стеночку изнаночную за переднюю стеночку лицевую зо заднюю изнаночную за переднюю чтобы петля у нас была перекрученная в оригинале у нас там английская резинка но это вы конечно можете если у вас цена тонкая вы нить можете попробовать английской резинкой но вы представляете шапка наш форму держать не будет английской резинкой поэтому я остановилась вот как бы на таком прочтении этой шапке кусочек резиночка обычная а потом перекрученной далее и далее я вижу перекрученная резинкой так значит девчонки вот провязала я смотрите видите как она выглядит крученок похоже на английскую резинку отличается от вот этой что мне и нужно было единственное что вот здесь вот у меня узелки и я вот эту часть у меня пойдет она на изнанку таким образом очень даже просто сейчас лишь скажу сколько я провязала значит провязала 14 сантиметров от полосок вместе с полосками у меня сейчас 18 сантиметров тянется вот смотрите куда хотите на какой размер хотите если будете добавлять петли то добавляйте кратное 6 число петель значит сейчас что мне нужно сделать мне нужно разделить все вязание на 6 частей по 18 петель и при том что первое вот я ставлю маркер и отсчитываю 18 петель первая посчитать вам наверное количество рядов еще давайте я посчитаю 60 рядов всего сначала у меня и так теперь после маркера вижу 18 петель смотрите чтобы после маркера была первая изнаночная 1 2 часа в кого будет виднее как я вижу изнаночную за переднюю стенку лицевую за заднюю там после черных ниточек не было видно хорошо изнаночную за переднюю лицевую за заднюю так и забыла считать значит раз два четыре пять десять 11 12 13 14 15 16 17 18 цепляет следующий маркер и так 6 раз то есть у нас всего сто восемь петель по 18 петель шесть раз раз два три и 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 часть вот она уже у меня посрединке значит теперь мы делаем сокращение каким образом сразу после маркера шесть раз у нас будут сокращения я три петли вместе провязываю изнаночной и вяжу дальше до следующего маркера после следующего маркера делаю то же самое то есть в каждом секторе сразу же после маркера у меня здесь изнаночная лицевая изнаночная вот почему важно было сделать первую изнаночную чтобы провязать все три вместе изнаночной и вот я сделала шесть раз это все дело в каждом секторе теперь теперь я вижу 7 рядов без изменения возможно 6 сейчас я провяжу визуально посмотрю девчонки и потом мы с вами встретимся то есть сейчас дальше держим без изменения маркер и оставляем так провела зала 7 рядов вот видите мое сокращение предыдущие и теперь делаю то же самое девчонки у меня маркер где-то не там передвинулся значит то же самое по кругу шесть раз 3 вместе изнаночной после маркера сразу 3 вместе и так далее как через каждые 7 я забыл одну закрыть 7 рядов восьмом я делаю эти сокращения так девчонки изменения изменения вот здесь у меня опять слетел маркер сокращение делаем через пять рядов на шестой у меня так и осталось восьмой ряд 1 1 вот вот она первая теперь я буду делать их чаще а вообще желательно в общем вы смотрите наверное самого начала лучше каждом шестом все таки в восьмом это много лучше и вот так вот продолжаю это просто я здесь марк потерялась следующая будет так как положено по так девчонки давайте будем считать сколько я здесь провязала значит закрытие 1 2 3 4 5 5 раз я сделала вот эти вот сокращением теперь девчонки я провязываю все петли по 2 вместе значит лицевая изнаночная с лицевой смотрите так что первая была изнаночная тогда они сейчас мы просто находимся на изнаночной стороне тогда они так вот хорошо на лицевой стороне маркеры уже нам не нужны очень нравится вы знаете я загорелась пока вязала шапку мне очень нравится как вот эта комбинация выглядит разные ниточки то знаете я не ожидала я не ожидал что будет так прикольно поэтому нашла там у меня хорошие нитки шерстяные но распущенные когда-то я что-то вязала и они с градиентом я попробую их смотать и все-таки связать толстовочку с капюшончиком такую сложнее и нитки твой спито неудобным если мало петель так еще тут пару петель в общем кое-как девчонки пробежите уж один рядочек по 2 вместе чтобы красиво стянуть эту макушку в принципе уже всю шапка готова она достаточно простая если вам нужно побольше размерчик я уже говорила число петель кратная 6 нет кратная 12 этаж наш пить лицевая и изнанная добавится да то есть 12 петель добавить так с последнее все вот это уже точно все теперь и и и просто стягиваем все сейчас мы находимся на изнанке ну кстати даже и очень удобно так вязать когда лицевая сторона у нас внутри а ой и ой и ой и ой по-хорошему можно еще один рядок провязать вот так вот по 2 по 2 по 2 чтобы проще стягивать но я уже не могу поэтому я стягиваю так как есть а вы если провяжите еще один рядочек по 2 вместе изнаночными он будет проще еще так все стягиваю завязываю узлом так есть что мне еще нужно теперь выворачиваясь а крючок эти вот штукенции продеть смотрите какие у меня ржавые ножницы так и все и и и и и теперь вот эту штучку смотрите я беру и затягиваем это все дело и увожу ее лицевую петлю все пряжу у меня услуги скажу где-то где-то в общей сложности 70 грамм обещать свяжу манишку прямоугольника простую вот ты чё вылезла ниточка так и вот такая вот шапенцы у меня ну что получилось у нас миссони я думаю получилось мне понравилось шапочка с удовольствием и и буду носить под свою красную курточку даже и вам покажу так высота 29 30 сантиметров ширина не растянутом виде 20 сантиметров тянется не мере на что по набору петель я думаю остановитесь на вот этом она прекрасно тянется и на мужской на женский так как шапка в облипочку то в принципе то вам вот они наши сокращения этими клиниями здесь плохо видно на оригинале видно хорошо вы знаете мне может потому что такие супер яркие цвета пусть я слепая почему так вот девчоночка вот такая вот шапка мне нравится а на сегодня все с вами была вита школа арбандель и всем пока пока а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok